Эстафета под названием «Самый холодный населенный пункт Забайкальского края» перешла от Борзи к поселку Дарасун. Жители начали поднимать тревогу вечером 18 декабря, когда поняли, что радиаторы отопления в квартирах стали ледяными. Из аварийной остановки Котельной под обмерзание попали не только многоквартирные благоустроенные дома, но и вся социальная инфраструктура. Все батареи по поселку у всех до единого были холодные. Везде в детских садах, в школах, в многоквартирных домах, в доме культуры. У меня вот сейчас, я вам скажу, 16 градусов в квартире, но холодно очень. Мы сидим все на обогревателях, а, видимо, электроэнергия не выдержала, теперь покатили свет. Теперь света у нас нет. В доме культуры у нас, я в доме культуры работаю, 7 градусов тепла наверху, и в зрительном зале в нижнем фойе 4 градуса. Вообще пара завтра идет, одна дверь вообще там перемерзла уже, потому что вот ночь не было, и все замерзло. Не знаю, когда теперь все это отогреется. Об остановке Котельной жителей никто не предупреждал. Позже стало известно, что из строя вышли оба котла, которые и отапливали Доросун. Главы администрации поселка и Карымского района предпочли не отвечать на вопросы людей. Вместо этого теперь ходят в следственные органы. По данному факту руководитель Следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку. Следователи осмотрят помещение Котельной, о которой идет речь в публикации, установят состояние котлов. Также будут получены объяснения должностных лиц администрации поселка Доросун и администрации Карымского района, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан. Совместный осмотр Котельной следователями и МЧС продолжается до сих пор. На короткое время один из котлов удалось запустить, но проработала кочегарка в таком режиме совсем недолго. Местные рассказывают, что проблемы с отоплением начались с конца ноября этого года. По словам жильцов, все лето поселок находился без горячей воды. Заявляли, на Котельной, мол, идет капитальный ремонт сетей и котлов. Сегодня селяне во всей красе испытывают на себе результат того ремонта. Что случился? Взрыв котла, что был грохот. Насколько это правдивая информация, вот я не знаю. Котлы. Знаешь, что позавчера работало два, ну, котла работали два, один вышел из строя, получается, все. На вчерашний день работал он один. Уже батареи были такие чуть живые. Сообщений никаких не было. У нас дом Калинина-2, мы уже не раз обращались к главе администрации Валентин Черных. У нас холодно вообще постоянно. На протяжении, вот как холода начались, у нас холодно и холодно. Но у меня, наверное, всегда градусов 14-15. Также знаем, что у нас приходят снизу, перекрывают подачу с планом, чтобы меньше на дом расходовать. Пора было у нас вот в подвалах перекрывают. Мы сидим все, вот всем домом мерзнем. И так постоянно. Беда не приходит однам. После того, как котельная заглохла, почти во всем поселке отключили электроэнергию. Местные предполагают, это связано с перегрузом электросетей. Нагрузка на сети идет из-за того, что люди пытаются согреться электрообогревателями. И подобная ситуация с котельной происходит уже не в первый раз. И у нас за этот месяц, вот за один, за декабрь месяц, ну, может быть, конец ноября еще, у нас авария на котельной, но он распятый, наверное. У нас в Доме культуры проходили елки, спектакли, а мы теперь не можем даже на репетицию детей пригласить туда. Ну, вот, по-моему, распустили. Это у нас котельная к заводу работников. Ну, сейчас люди на обед кто придет, а не сваришь. Региональные власти отреагировали на катастрофу самыми последними. Зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров рассказал журналистам о том, что один котел якобы отремонтирован, запущен и почти дошел до норматива. Второй в ремонте. Но вот на температуре в квартирах это никак не сказалось. И уже на момент выхода сюжета люди снова сообщают, что котельная стоит, признаков жизни нет, батареи остыли и почти весь поселок по-прежнему остается без электричества. Сегодня 19 декабря 2023 года, время 14.00. Поселок Доросун, Калинина 2. В квартире опять остывают батареи, стояки стали теплые. Котельная опять прекратила работу, я так понимаю, потому что дым с котельной не идет. Все прекратился. В квартирах очень-очень холодно. Сегодня в 5 утра стояки и батареи только стали немножко теплые. В квартире находиться невозможно, очень холодно. Уйти нам некуда. Вынуждена оставаться в этом холоде. Спим под двумя одеялами в верхней одежде. Это поселок Доросун. Снимаю с молодежной 6. Вот смотрите. С трубы не идет дым опять. Котельная опять встала. Света нет. Батареи остывают. Котельная опять не топится. Что нам делать? Помогите. Повторную остановку котельная связывает уже с отключением электроэнергии. Ситуация с перебоями отопления в Борзе и в Доросуне очень тянет на чрезвычайное происшествие, но режим ЧС пока никто не объявляет. Мы ждем результатов проверки следственным комитетом и следим за замерзающим Забайкалием. Виктор Соловьев, Павел Шухляев, ЗабТВ.